Демократы – это люди, которым можно верить. Они хотят и могут сделать много хорошего для вас и вашей семьи. Я лично знаком. Некоторые люди не могут быть знакомством. Много лет я доверяю. Я приветствую Мариану Луку и всех демократов. Филипп Киркоров, который еще недавно хвалил с Кишиневской сцены демократическую партию, теперь собирает клубнику с Игорем Дадоном. Действительно, какая разница? Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то. Подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Есть такой... Одно слово – румын. Так он болгарин. Да? Какая разница? Фестиваль клубники и меда в родном селе Игоря Дадона превратился накануне парламентских выборов из-за штатного события в массовое мероприятие, которое плотно освещалось социалистическими СМИ. Причем о клубнике в новостях было намного меньше информации, чем о президентских прогулках по деревне на пару с Филиппом Киркоровым. Филипп Киркоров на любовном концерте в Садово заявил о нашей непобедимости. Топ-10 мгновений клубничного счастья Филиппа Киркорова-Всадова. Шутка посла о владениях Дадона-Всадова рассмешила Киркорова. Особенно важной в циничное время назвал Киркоров награду от Дадона. Действительно, молдавский президент присвоил российскому исполнителю ремейков звание народного артиста Молдовы. Если учитывать утверждение от Дадона о том, что Киркоров приехал к нему в гости бесплатно, а покушал у него дома, радует, что Филипп Бедросович получил за свой визит хотя бы какой-то почетный диплом. И спасибо, спасибо вам, уважаемый Игорь Николаевич. Кстати, о кормежке. Мы все рады были узнать, какие блюда для Киркорова приготовила мама Игоря Николаевича, которая, со слов сына, поддерживает его материально. На зарплату президента особо не покушаешь. Наверное, это она купила своему чаду ремень Стефану Ричи за 2500 евро. Мам, ко мне приезжает певец из России. У него дорогие и блестящие вещи. Купи мне ремень, мам. Я тебе сейчас скину ссылку в Вайбер. Циничное время, правильно сказал Киркоров. Один из самых богатых людей в Молдове утверждает, что живет за счет родителей. И позирует на фото с блестящей цацкой, стоимостью в 7 учительских зарплат. А хотите еще немного цинизма. Рассказывая о миссии по продвижению молдавской клубники и огромном вкладе в фестиваль, о котором до воскресенья мало кто знал, молдавский президент ловко жонглирует статистикой. Оказывается, Додон рад, что в течение первых пяти месяцев текущего года совместными усилиями, совместные с кем президент не уточняет, но мы сейчас это выясним, добились того, что объем экспорта клубники в Российскую Федерацию и Беларусь увеличился в 6-7 раз. Фокус в том, что в начале июня прошлого года молдавской клубники из-за апрельских снегопадов еще не было. Об этом честно написало год назад агентство «Спутник Молдова». Кстати, филиал провластного российского издания «Спутник», основанного Международным информационным агентством «Россия сегодня». Итак, мы понимаем, почему за первые пять месяцев текущего года увеличился экспорт клубники, потому что в первые пять месяцев прошлого года клубника погибла. Остается выяснить, совместно с кем Игорь Додон в этом году добился увеличения экспорта. Похоже, что совместно с Богом. Только он мог повлиять на погоду в 2018 году, а Додон в свою очередь повлиял на Всевышнего. Кстати, вы могли правильно заметить, что в приведенной Додоном статистике речь все же об экспорте в две страны. Может он действительно вырос именно в этом году? Дадим слово Светлане Додон, сельхозпроизводителю из Каларажского района. Вот новость того же «Спутника». Однофамилица президента утверждает, что клубника в принципе экспортируется по большей части только на восток, а на Западе она никому не нужна, потому что в Евросоюзе есть свои плантации. В общем, удался в 2018-м урожай. Экспорты вырос. А воскресный фестиваль, судя по его освещению в провластных СМИ, был скорее про Додона с Киркоровым, чем про клубнику. Чтобы понять, насколько комично смотрится президент целого государства, пытаясь прорекламировать себя рядом с попсовым исполнителем из 90-х, представьте себе на месте Додона какого-то другого лидера. Путина, например. Владимир Владимирович весь день ходит с Филиппом Бедросовичем по деревне и все это освещает в режиме нон-стоп в федеральной СМИ. Трудно представить, не так ли? Киркоров фотографируется с Путиным, вот как здесь, например, а не Путин с Киркоровым. С эстрадными исполнителями, которые нашим и вашим за копеечку спляшут, вот Киркоров с Плохотнюком, а вот он поддерживает Шора, зажигал совсем другой российский лидер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА